Вчера в Чувашском государственном театре кукол прошла премьера нового спектакля «Спящая корсавица». В главной роли, не удивляйтесь, ворона. Именно этой птице дали предпочтение молодые постановщики из Санкт-Петербурга. История спектакля началась с работы художника Евгении Терентьевой. Кстати, она – наша землячка. Ее эскизы о животных и птицах и легли в основу постановки. Хотя речь идет, в общем-то, о человеческих ценностях – любви, дружбе и взаимоотношениях. Главная героиня – ворона. Любит мечтать, но ничего не делает для осуществления своей мечты. В своих снах она видит принца, но не замечает его в реальности. Создание декораций и кукол проходило непросто, так как визуальная часть представлений играет важную роль. Куклы планшетные. Это вот такая система кукол планшетных, которые работают на планшете. Планшет – это стол. Есть какие-то покрытия бутафорские, но основное действие происходит на уровне стола. И вот система кукол как бы на тростях. Актеры стоят сзади планшета. По словам автора режиссера Светланы Дорошко, особенность этой постановки в том, что она без слов. Используется прием черного кабинета. Актеров на сцене не видно. И в процессе представления создается впечатление, что куклы оживают. Спектакль очень сложный. Сложно актерам, сложно художнику по свету, сложно звукорежиссеру. Всем сложно, потому что здесь много всяких использованных приемов, с которыми, может быть, еще не сталкивались в этом театре. Вот. Ну, я думаю, что в сложности есть интерес основной этой работы. В этом году Чувашский государственный театр «Кукол» получил грант в поддержку молодой режиссуры. Директор театра Елизавета Абрамова считает, что свежая кровь пошла на пользу. Коллектив с интересом участвовал в работе над необычным спектаклем. Театр планирует еще две постановки с художницей и режиссером. Это профессионалы, причем молодые профессионалы. И даже наши актеры маститые, они чувствуют ответственность и строгость в отношении. Дай Бог, чтобы это сохранилось. И даже я сейчас в своих актерах новое нахожу. Они уже боятся опоздать, что-то такое сделать нехорошее в отношении. Когда расслабляемся мы, мы же допускаем какие-то там ляпсусы в своей работе. А здесь очень строгая работа, и мне это очень нравится. У коллектива накоплен большой опыт по реализации российских культурных грантов. Работа в этом направлении будет продолжена. Ведь сегодня найти художника-кукольника с хорошим образованием и хорошим вкусом нелегко. Нина Куропаткина, Екатерина Кудряшова, Николай Яковлев, Республика.